В этом видео я расскажу, что такое NFT. Если честно, то это действительно очень запутанная история. Поэтому в этом видео вы узнаете, что такое NFT, почему они считаются ценными, потому что это был наш самый большой вопрос, и как выглядит процесс покупки NFT. Итак, NFT – невзаимозаменяемый токен, Non-Fungible Token. Это тип цифрового актива или токена. Простой аналогией было бы думать о них, как о карточках, которыми можно меняться, или о цифровом искусстве. Когда ты покупаешь NFT, ты на самом деле покупаешь право владения этим активом. Невзаимозаменяемый значит, что ты не можешь его поменять на момент, когда он создан. Его нельзя разделить, и он должен отличаться от чего-то еще. В отличие от биткоина, например, один биткоин абсолютно равен любому другому биткоину. Но с NFT по-другому. Любой NFT не равен любому другому NFT. Они всегда отличаются. А токен – это маленький фрагмент кода, которым ты владеешь. Все вместе – это токен, которым ты владеешь, который не меняется в зависимости от времени. Это базовая информация. Но если углубиться в технический вопрос, то что такое NFT? Ну, на самом деле NFT – это просто кусочек информации, который привязан к адресу. И у кого есть ключ от этого адреса, тот им и владеет. И этот кусочек информации может быть куплен и продан другим адресам. А информация об этом записана на блокчейне. И ты можешь проверить информацию, историю транзакций, кто владел этим NFT и так далее. Например, этот криптокотик, который стоит 6 тысяч долларов, фактически является маленьким урлом, который принадлежит адресу. Все, что принадлежит его владельцу – это маленький кусочек информации, который указывает на сервер, который находится где-то, который отображает эту картинку. Фактически, кто угодно, владеющий этим сервером, может поменять фотографию котика на что-либо другое. И очень важно понимать, что ты покупаешь, когда ты покупаешь NFT. Ты покупаешь кусочек информации, который указывает на адрес на сервере, который привязан к фотографии, джейпегу или видео, связанным с этим кусочком информации. Ты должен понимать, что сервер может измениться. Или отображающаяся картинка или гиф могут поменяться. Еще раз, это кусочек информации, которым ты владеешь, который указывает на сервер. А не фотографии, не сервером, не ключом от сервера, но маленьким кусочком информации, который указывает на этот сервер. Значит, когда ты покупаешь NFT, ты покупаешь репрезентацию чего-то большего. Как покупка акций компании. Ты не покупаешь всю компанию, ты покупаешь фрагмент, часть владения чего-то большого. И отсюда возникает справедливый вопрос – зачем тебе хотеть купить NFT? И есть много причин. Многие покупают сейчас, потому что видят в них редкую коллекционную ценность, которая, вероятно, прибавит в цене в будущем, как своего рода инвестиционный проект. Давайте пройдемся по четырем аспектам, которые делают NFT ценными. Первым пунктом стоит первичность. Так же, как биткоин супер популярен, потому что он был первой криптовалютой, так же и первые NFT отдельных художников или компаний будут ценными. Например, карточки покемонов. Они очень редко растут в цене. И самые ценные карточки какие? Те, что были выпущены первыми. Скажем, у тебя первые NFT, выпущенные Соединенными Штатами Америки. Наверняка у него будет какая-то ценность. Вторая причина, почему NFT ценны – это потому, что у них есть так называемая утилитарность. Другими словами, это настоящая польза. Представь, если Элвис Пресли был бы все еще жив, и он бы создал 50 NFT. И владея одним, у тебя был бы пожизненный пропуск на любой из его концертов. Эти NFT стали бы очень популярными и резко возросли бы в цене, потому что у них есть реальная польза или реальное применение. Если говорить честно, это единственная причина, по которой бы я купила NFT. Это ее применение в реальном мире. И, возможно, в будущем все остальные креаторы будут вкладывать аспект реального применения NFT в их коллекции. Креаторы будут создавать NFT, продавать их для выгоды и привязывать к ним членство в каком-либо клубе, ежемесячные встречи или доступ к какой-нибудь закрытой информации. Третья причина, по которой NFT могут быть ценными – это либо они редкие, либо у них какие-то особенные качества. Давайте возьмем, например, Мона Лису. Каждый может владеть копией Мона Лизы, которая будет висеть у него в комнате. Но только один человек или музей в этом случае может иметь настоящую копию Мона Лизы от Леонардо да Винчи в своем музее. То же самое относится к настоящей конституции Соединенных Штатов. Или бейсбольный мяч, подписанный Бэй Брус. Они редкие. Представь, если бы Стив Хокинг создал три NFT. Они были бы суперценные, потому что было бы всего три оригинала. Даже если это просто фотографии вселенной. Другие люди могут владеть фотографией, но они бы не владели настоящим NFT, который создал Стивен Хокинг. Последний, четвертый и очень важный аспект NFT – это запись владения. И история всех владений до тебя. Например, кто твой любимый селебрити? Мой Роберт Дауни Джуниор. Представим, что он хочет продать свою кожаную куртку и купить новую. И когда он покупал свою первую куртку, допустим, он потратил 200 долларов на нее. Но я, я готов заплатить все 800 долларов, чтобы владеть именно его курткой. Теперь то же самое относится и к NFT. Кто-то готов заплатить миллионы долларов за фотографию утки, которой владел Барак Обама. Так что, держа эти четыре аспекта во внимании, ты должен догадываться, что делает NFT ценным. Если NFT первый в своем роде. Если у него есть реальное земное применение. Если оно редкое. И если кто-то важный им владел. Эти важные вопросы надо себе задать перед тем, как покупать NFT. Например, покупка первого твита Джека Дорси за 2,5 миллиона долларов. Попадает под одну из категорий. Первичность. Да, это первичное NFT. Второе. Есть ли у него применение? Нет. Ты не можешь поменять NFT, ты не можешь рекламировать свой бизнес. Третье. Это уникальность. Да, это уникальное NFT. Последний. Что насчет истории владения? В этом случае это будет нет. Да, конечно, это первый твит Джека Дорси. Но никто важный им не владел. Например, если бы это был мой твит и PewDiePie бы им владел, тогда бы да, это был бы важный человек, который владеет важным твитом. Но в этом случае он набирает 2 из 4. Так что, если ты его купишь, ты на самом деле просто поставишь ставку на то, что кто-то его купит у тебя в будущем за еще большие деньги. Потому что владение этим NFT для тебя ровным счетом ничего не делает. Ему нету никакого применения. Ты его покупаешь как новинку или как инвестицию. Если только Джек Дорси не объявит в один день, что тот, кто владеет этим NFT, будет с ним обедать раз в неделю. И тогда-то ценность твоего NFT взлетит до небес. И теперь, когда мы разобрали, что это и какое у них есть применение, давайте посмотрим, почему они стали такими популярными. Только посмотрите на этот график трендов от Google за февраль и марта 2021. И в целом этот график вдохновил это видео. Мы ничего не знали об NFT, поэтому и создали это видео. Потому что все, на что мы натыкались, очень и очень запутано. Так что, если это видео разжевало, что такое NFT для тебя, пожалуйста, нажми на кнопку лайк и подпишись на наш канал. И двигаемся дальше. Я хочу рассказать про 11 самых ценных NFT. Это может быть немного болтовливо, поэтому можете переключаться дальше на следующий чаптер. Во-первых, CryptoPunk 6.9.6.5 19 февраля 2021 года его продали за 800 эфириум. Второй CryptoPunk 4.1.5.6 продан 18 февраля 2021 за 650 эфириум. CryptoPunk 2890 продан 24 января 2021 года за 605 эфириум. CryptoKotikDraconчик за 600 эфириум. CryptoPunk 6487 за 50 эфириум. Следующим лотом немножко земельки в Decentraland. 12 600 квадратных метров. Decentraland Земли за 514 эфириум. Следующим что-то, что называется Hashmask. 9939.3 февраля 2021 года за 420 эфириум. Супер интересный концепт машины F1 Delta Time за 415 эфириум. Еще один CryptoPunk 2140 за 400 эфириум. И земля в Decentraland за 345 эфириум. И всем известный неоновый котик. 19 февраля 2021 года за 300 эфириум. Итак, следующий важный вопрос, который надо спросить о NFT, это кто может скопировать твои NFT и может ли их скопировать вообще? И технически, да, NFT можно скопировать, как и любой другой предмет искусства. Но оригинальный адрес можно отследить до оригинального создателя, так как все транзакции о всех NFT записаны на блокчейне. Также важно знать, что кто-то может создать новый NFT, который указывает на тот же адрес хоста, на который указывает оригинальный NFT, или указывает на такую же фотографию на каком-то сервере. И как я говорила, покупка NFT это не покупка фотографии, а покупка кода, информации о этом NFT. Точно так же, как я могу закинуть трехочковый, когда Лаброн Джеймс делает трехочковый на стадионе, людям это заходит гораздо лучше, чем если бы я закинула трехочковый у себя на заднем дворе. Еще один вопрос ты задашь, когда зайдешь в сферу NFT, это как купить NFT. Потому что на самом деле покупка NFT это достаточно просто. И это примерно равно сложности покупке стока какой-нибудь большой компании. В основном NFT продаются на маркетплейсе, такой же как Amazon, eBay или Facebook, только те, которые специализируются на NFT. Но единственная проблемка при покупке NFT может быть в том, что обычно NFT продаются за эфириум. И у тебя должно быть немножко эфириума в кошельке, чтобы купить свой NFT, криптокотика или криптопанка. Чтобы купить NFT и перевести из одного кошелька в другой, нужно немножко технических знаний в сфере покупки криптовалют. Потому что если ты где-то ошибешься, ты можешь потерять все свои деньги. Четыре из самых часто пользуемых NFT-обменников это Видишь ли первый шаг, это создать аккаунт на одной из этих площадок. Вторым шагом тебе придется купить криптовалюты на одной из бирж и перевести криптовалюточку на свой кошелек в площадке, на которой ты зарегистрировался. И NFT-кошельки очень похожи на обычные кошельки криптовалют. У них также есть публичные и приватные ключи. И для тех, кто хочет еще больше технических характеристик, то они чаще всего основаны на ERC721 протоколе. Но это видео не о технических частях, поэтому мы двигаемся дальше. И последнее. На самом деле ты можешь ставить ставки на NFT, которые ты хочешь купить. И если ты выиграешь аукцион, то NFT перейдет тебе в кошелек, где ты им будешь владеть до конца своих дней. И следующий вопрос. Где держать свои NFT? Потому что теперь, когда ты купил свой NFT, ты чешешь голову и думаешь, где же ее теперь хранить. Ты не только хочешь держать свой NFT, ты также хочешь его показывать своим друзьям. Но лучше всего держать свой NFT в холодном кошельке. На чем-то вроде Ledger Nano. Оффлайновый холодный кошелек. Вот некоторые онлайн кошельки, которыми ты можешь пользоваться. Metamask, Trust Wallet. И на этом мы заканчиваем наше видео об NFT, потому что если бы мы рассказывали дальше, то пришлось бы углубляться в технические особенности и так далее. А мы этого не делаем на этом канале. На этом канале мы переводим видео из Whiteboard Crypto, где вы можете узнать все про криптовалюты и Web 3.0 в наипростейшей, наишикарнейшей форме. Пока вы смотрите это, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк, чтобы не пропускать следующие видео и следующие переводы от нас. До свидания!